Аркхам ТВ представляет Да, меня как-то спросили об этом, есть ли в Исламе ангелы-хранители. Очевидно, что это одна из самых главных тем в вопросе ангелов. Ангелы-хранители. Самое простое и распространенное определение ангелов-хранителей связывают с тем, что если, к примеру, умер твой брат или родители, то это произошло потому, что у них не было ангелов-хранителей. Нет, это совсем не так. Мы знаем, что Пророка, мир ему и благословение, охранял Джибриль, мир ему. Значит, Джибриль служил Пророку в качестве ангела-хранителя. Любого, кто желал причинить Пророку, мир ему и благословение, зло, Джибриль останавливал и не пускал к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение. Также Пророк сообщил о конце времен и сказал, что когда ад-Даджаль, антихрист, подойдет к Медине, он обнаружит, что ее защищают ангелы. В другом примере, в битве при Бадре, Аллах послал ангелов, три тысячи ангелов, чтобы они поддержали верующих и сражались на их стороне. Возникает такой вопрос, а что можно сказать про нас? Есть ли у меня ангел-хранитель или ангелы-хранители? Упомянул ли Аллах или Пророк, мир ему и благословение, об этом? На самом деле да, Аллах сказал, «Он посылает к вам хранителей». Также Он уточняет, есть у него, человека, ангелы, следующие впереди него и позади него, и охраняющие его по повелению Аллаха. То есть, есть хранители, оберегающие человека спереди, сзади и со всех сторон. Они защищают его с дозволения Аллаха, Свят Он и Велик. Аллах, Велик Он и Славен, единственный, кто посылает их, чтобы они выполняли эту работу. Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам, что ангелы защищают нас со всех сторон от шайтанов. Так, когда дьяволы пытаются причинить вред, то ангелы становятся у них на пути и защищают нас до тех пор, пока мы находимся в подчинении Аллаху и сторонимся грехов, нечестия и ослушания. Ангелы будут сопровождать вас в этой покорности Аллаху. И очевидно обратное, что ангелы оставят тебя, если ты будешь ослушаться Аллаха. В таком случае ты раскрываешься перед влиянием шайтанов, которые начнут вредить тебе. Поэтому не думай, что ангелы пойдут с тобой в ночной клуб и будут окружать тебя, будут слушать то, что слушаешь ты, будут смотреть на то, на что смотришь ты, и будут говорить то, что говоришь ты. Я даю тебе гарантию, что в такой ситуации они не будут защищать тебя. Также верно обратное, если ты вернешься к покорности Аллаху, то они снова начнут оберегать себя от шайтанов и тех, кто хочет причинить тебе вред. Субханаллах. Муджахид, да будет доволен им Аллах, дал особенное толкование этому аяту. Они оберегают от джиннов страданий и зимы. То есть, они оберегают от джинов и того, что они могут сделать, а также от любого, кто захочет причинить вред, и даже от зимы, то есть от холода. Если у вас, к примеру, тонкий пиджак, в котором холодно, то ангелы защищают вас от воздействия холода. Далее он говорит, и даже если муравей или какое-то насекомое заползет вам в ухо, то они и от этого будут защищать. Это касается видимого вреда и такого, о котором ты даже не знал и о котором узнаешь в Судный день. Как бы то ни было, Аллах приказывает всем этим ангелам охранять тебя. Ибн Аббаз, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал «Лишь один шаг к покорности Аллаху, и Аллах прикажет, чтобы зло не коснулось тебя». Это то, на чем мы останавливаемся и не задаем вопросов. Ибо мы знаем, что все приходящее от Аллаха связано с Его мудростью и делается ради определенной цели. И никто не способен защитить тебя, кроме Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует... Продолжение следует...